Во имя Отца и Сына и Святаго Дмитрия. Хотя праздник воздвижения имеет отношение не к земной жизни Христа Спасителя, как историческое событие, потому что само воздвижение случилось немного позже, когда царица Елена, мать Константина Великого, прибыла в Иерусалим для того, чтобы произвести раскопки и найти древо Христа Господня. Непосредственно это событие не входит в священно-евангельскую историю, но тем не менее по своему значению для нашего благочестия Святая Церковь избрала этот праздник, как был на 10-й, то есть один из самых главных праздников церковного года, и приравнивает его по такому литургическому празднованию, даже к Рождеству Христову. Так же, как и Рождество Христово, воздвижение имеет дни празднования, сначала недели перед воздвижением, потом через сам праздник, до недели после воздвижения. Вот такое продолжительное предправство и продолжительное поправство, которое, конечно, меняется, а дня недели, когда празднуется сам праздник, но тем не менее. И характерная тоже деталь, не знаю, обращали вы внимание или нет, как Святая Церковь обращается к Кресту Господнюю. Радуйся, Господень Кресте, как к живому существу, чем подчеркивая в такой образной форме его животворящую силу. И это действительно связано с воздвижением, потому что царица Елена обрела три креста и не могли понять, какой из них все-таки Господень. Возложили на покойника в процессе похоронного, которое проходило мимо, и Он воскрес. Господь дал такое знамение. И поэтому такое устойчивое определение о кресте, что он животворяющий, относится и к самому древу тоже. Но, конечно, помимо самого древа, это как бы то место, на котором Господь прославил Сына Своего, возлюбленного Господа нашего Иисуса Христа. Но крест, как понятие, вышло за рамки этого символа и насыщается очень многими для нас значениями, которые мы, как православные христиане, должны, конечно, все знать. И Господь нас понуждает, говоря, кто хочет за мной идти, возьми крест твой и следуй за мной. И вот на протяжении празднования этого праздника и этого события и самого креста Господнего прославления это мы неоднократно слышали. Все Евангелия, апостольские чтения, которые имеют отношение к кресту Господню, они в церкви оглашаются. И также божественные службы. Я вот хотел найти здесь в Минеи стихи, которые читают или поют на богослужении, прославляя Животворящий крест Господень, чтобы обратить внимание на некоторые слова, которые очень важны для нашего с вами благочестия. Вот, например, при славной чудо-видящем креста силе поклонимся. Вот о какой силе креста идет речь? Потому что, ну вот, это орудие казни Господней. Какая из этого древа может произойти сила, если оно давно, ну, уже как бы срублено, спилено, жизни в нем нет? Здесь имеется в виду, конечно, силу духовная самого этого подвига искупления, который совершил Господь наш Иисус Христ. Потому что на этом кресте Господь явил свое божественное смирение во всей полноте. Господь не сопротивлялся тому злу, который был направлен против него. Господь не сопротивлялся воле Божией. Потому что воля Божия была в том, чтобы ему взойти на крест. Потому что каждый человек, а Господь был во всем человек, подобный нам, кроме греха. Каждый человек и инстинктивно в том числе, и по всяким другим мотивам обычно сопротивляется ну, всякой агрессии направленной против него. хочет всегда уклониться, хочет всегда защититься, хочет всегда оправдаться. Господь этого не сделал. Но мог. Мы часто даже не можем, но все-таки пытаемся как-то сопротивляться. Господь же этого сделал не стал. И любой человек, если когда-нибудь он попробует, когда его ударят вправо, поставят другую, всегда на земле таких людей немного. Несколько человек на всем земном шаре и всех миллиардов людей способны на это. Но даже если мы просто попробуем, в той или иной форме никогда буквально тебя бьют в правую и левую щеку, это как раз вовсе не очень трудно. А во всяких жизненных ситуациях, когда мы получаем оплеуху, причем очень важно, чтобы это было совершенно незаслуженно. когда заслуженно, потерпеть легче. А вот когда несправедливо, когда ни за что, когда под горячую руку, когда по ошибке, это очень трудно. вот если мы как-нибудь попробуем, тогда может быть в какой-то мере мы сможем почувствовать какой подвиг совершил Господь Иисус Христос как человек. Потому что читая об этих событиях, сегодня мы в фраме слышали о крестной смерти Христа, о суде, который неправильно вершился над ним. И как он в этой ситуации действовал. Для чего он это совершил? Для того, чтобы нам подлинный путь смирения показать. Потому что это самая большая высота смирения. А вот в этом смирении и содержится вся сила креста Господа. Именно поэтому, как в стихи рахпоется, крест для демонов язва. Почему мы на молитве и издревле употребляем осенение себя крестом знамя вошло в обычай и храм украшать крестом и священнические облачения и всяческую честь и похлонение к Христу воздавать? Почему демоны уязвляются от этого? Даже если человек не произнес молитву, а только лишь покрестился, перекрестился и он ощущает облегчение. Он ощущает ослабу нападение демонской рати. И обычай возник и молитву с крестным знаменем для того, чтобы ее усилить, для того, чтобы ее сделать легкой. Перед началом молитвы любой мы осеняем себя крестным знанием. Зачем? Чтобы всякая сила вражия от нас отошла и сделать молитву нашу благодаря этому более сосредоточенный, спокойный, смиренный, умиленный и так далее и так далее. А почему же для демонов представляет напоминание по кресте Господнем вот такую язву, которую он не может выносить даже вида, а потому что сам дьявол и все бесы подчиненные ему спали с небес из-за гордости. А крест как напоминание о смирении противно гордости. Всего того, что гордость их непомерна. Ни один человек не обладает вот такой демонской гордыни. Мы все люди гордые, но вот в такой степени, которой обладают бесы, мы не можем даже себе представить. И видим крест, который воплощение смирения, но для них это как для льда отбой. Совершенно непереносимая ситуация. В одном потеряке расскажут такой случай. Ходит подвижник к своей келью и видит на его койке лежит бес. Он подумал про себя, наверное, он устал и лег под кровать. Он тут же с воем вылетел из кельи. Он не мог перенести этого смирения. Ни человек, ни друг, ни знакомый, ни собрат монаха, а бес лежит. И он все равно в силу своего христианского воспитания он оказал ему любовь, сочувствие и смирение. Ну, раз ты на мою койку лег, ну, я лягу под ней. нам, конечно, такая высота, она и недоступна. Мы все очень бываем недовольны, когда кто-то нашу вещь тронул без спроса и так далее. в такой ситуации еще неизвестно, как бы мы себя повели, но вот такой случай описывается. Смирение совершенно не переносило. Так вот, тем не менее, вот именно благодаря этому, вот такому свойству креста, как воплощение смирения Господня, он является орудием нашего спасения. Потому что, если мы, неся свой крест, не сопротивляясь, без опыта, в течение всей жизни, не бросая его, не ища справедливости, не обижаясь на Господа Бога, но терпеливо и с любовью понимая, что от этого происходит нам спасение, донесем его до конца, то, как Господь сказал, претерпевый до конца, то и спасен будет. Нам необходимо донести до конца. И вот, если бы мы прониклись этим глубоко, тогда бы это изменило нашу жизнь. Мы по-другому стали относиться и к окружающим нас людям, и к своим болезням, и ко всяким скорбям, и нападениям. И вот, чтобы это с нами случилось, Святая Церковь, такое значение и в богослужении, и вообще во всем строе церковной жизни, продает значение Кресту. Он нуждает нас и на персик своих носить изображение Креста, научил нас на молитву употреблять, украсил все предметы церковного обихода изображением Креста для того, чтобы все время нам напоминать, что это единственный путь спасения, это Крест, который есть воплощение смирения. Благословение Господне на вас, как у благодати человека любви. Всегда не пристай во веки веку. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok